На мероприятии участники и гости саммита имели возможность увидеть и услышать выступления главных редакторов лучших отечественных и зарубежных научных журналов. Всего в течение недели прошли 5 заседаний пленарных, прошли 13 тематических секций, а также нас очень радует то, что у нас 5 заседаний прошли с главными редакторами, заместителями главных редакторов. Ведущих мировых журналов, которые входят в КО-1, КО-2, КОЭС. В саммите приняли участие представители 28 стран мира. Всего в мероприятиях саммита 2021 года участвовали более 3,5 тысяч человек. Напомним, организаторами саммита являлись Казанский федеральный университет, Институт языкознания Российской академии наук, а также Институт лингвистических исследований Российской академии наук. Нас очень радует то, что ученые нашего Казанского федерального университета принимали самое активное участие в работе каждой из сессий и доклады, подготовленные и представленные учеными-лингвистами Казанского федерального университета, вызвали огромный интерес. Казанский международный лингвистический саммит языковое разнообразие в глобальном мире – один из подготовительных этапов проведения в 2023 году, 21-го международного конгресса лингвистов, в котором примут участие более тысячи ученых из самых различных уголков мира. Елизавета Никитина, Роберт Хасанов, Александр Кузнецов, Универньюс.